МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шаг в карьере, достижения. Ну, прямо скажем, не у каждого есть именной проект. Вот нет проекта Клещева, да, пока? Пока, пока. Клещевое слово, да, Наташа. Кто придумал такое название? Почему так? Ты знаешь, название родилось, наверное, коллегиально. То есть я сама лично о названии думала, ну, наверное, месяца-два, и, честно, ну, ничего креативного в голову мне не приходило. А потом был один день, мы собрались, вот, Татьяна Викторовна, с редакторами, с продюсерами, с авторами, с режиссерами. Это был такой, знаешь, как мозговой штурм. То есть, ну вот, про что программа? Программа про проблемы. Про-про-про, да? Про край, про жизнь в крае, там, про то, про это, про то. А что еще есть на про? А на про еще есть про скурин. О, а давайте попробуем про скурину. Ну, вот, попробовали. Вот, запустится, посмотрим. Пойдет так. Предлагаю сейчас, как в модных взрослых программах, сделать такую затравку-крючок. Покажем трейлер выпуска первого, а потом продолжим. Вы видели падение, резкое падение. Это тюлька, хамса, азовская. Мы видим, как идет выброс. Что значит, крымские суда сортируют на борту? Не хотел бы. Тема поднимаясь. Политический вопрос. Вы сами когда-нибудь медуз пробовали? Да, я пробовал медуз. Итак, ну, по фрагментам трудно понять, что. Понятно, что есть проблема. О чем проект? Татьяна. Александра. Татьяна, Александра. Вы, да. Давайте. Ну, давайте с меня тогда начнем. Саша, закрой уши, я тебя хвалить буду. Давайте. Закрывай уши. Дело в том, что у Александры потрясающий дар и, как говорят, нюх на интересные темы. И при этом Саша очень правильный, очень грамотный хедлайнер. Телевизионщики знают, что это значит. Новостейный такой жаргон. Да, новостейный жаргон, но тем не менее, это человек, который едет вместо событий. Но, как правило, тема живет, ну, сколько? Пару дней. А она же копится, копится, копится. И у хорошего журналиста копится огромное количество тем, о которых в новостях не успеваешь рассказать, потому что поток там, катушка большая. А здесь есть возможность, ну, показать подробно, поговорить с разными людьми. То есть можно сказать, что Саша выросла из рамок новостейного сюжета, правильно? Можно, можно. При том, что Саша в состоянии сделать и блестящий новостейный сюжет, у Саши уже слишком большой запас прочности, чтобы делать коротко. Да. Теперь для всех зрителей. Есть некая проблема, которая касается многих жителей края, да? Она касается региона в целом, да. Региона в целом. Региона в целом, либо конкретных городов, может быть. То есть мы не берем проблему одного квартала, например. Мы берем шире. И говорим, ну, вот, например, первая программа, она посвящена осолонению Азовского моря. То есть что это за процесс? Почему он происходит? Почему эта тема, Саша? Мне, в принципе, изначально эта тема была интересна. А толчком стало было заседание Азово-Черноморской комиссии. И там и наука входит, институтское сообщество, и власти Краснодарского края, и Крыма, и Ростова, то есть, ну, вот, и Украины в том числе тоже туда входят. И они разбирали проблему в том спектре, что сейчас меняется фауна Азовского моря, и сейчас стало больше медуз. И вот там было высказано предположение, что давайте мы медуз делаем промысловым видом. Давайте ловить медуз. И вот сам этот факт меня заинтересовал. Вообще, а можно ли это сделать? А ловить зачем? Промысловый вид. Ну, вот как хамсу ловят, или там бычка ловят, или там рапана ловят. То же самое делается медузой. Так не говоришь, что его можно в пищу употреблять? Да, можно, можно. Китай, Япония очень любят, даже импортируют из других стран. Еще хочу один фрагмент программы показать, раз мы говорим о медузах, что тебе пришлось померзнуть изрядно. Давайте покажем, как снимался проект. Минувшим летом, да и в позапрошлом году, социальные сети буквально кишили кадрами с полчищами гигантских медуз. Их было так много, что вся береговая линия Азова от Ейска до Керченского пролива была больше похожа на желейный суп. Наука уже подсчитала, что объем, или как они говорят, запас медуз в Азовском море превышает полтора миллиона тонн. То есть больше, чем любой другой вид. То есть как раз вот на этом примере нужно показать, что ты реально выезжаешь на место, проект построен на твоих появлениях в кадре, так называемых стендапах, мнениях экспертов, да? Ну, проект построен больше на симбиозе разных мнений. Вот есть у нас одна проблема – осолонение Азовского моря. Мы берем, как знаешь, как за ниточки, ее раскраиваем. То есть что из этого выходит? Осолонение Азовского моря – это факт, это происходит, это есть, с этим, по сути, ничего поделать нельзя, это природа. Что из этого идет? Уменьшается количество одних видов, добавляются другие виды, меняется фауна, как следствие, меняется рыбодобывающая отрасль, меняется экономика, возможно, меняются рабочие места. То есть вот проблема, которая приобретает уже какой-то масштаб, какой-то размах. Татьяна, как редактор, есть задача у Саши задавать неудобные вопросы в том числе? А жизнь не дает только удобные вопросы. Если мы будем задавать нашим спикерам только удобные вопросы, то мы получим такой в итоге панигирик. У нас все замечательно. И нет проблемы с медузами, и нет проблемы с деревьями, и нет проблемы с пожарами. И, в общем-то, проблемы не будет. Мы будем задавать, и нам будут объяснять, почему. Вот у обывателей, которые были на Азовском море, просто был какой-то шок, когда увидели вот этот кисель из медуз. Это было страшно. Ну, кто-то их боится, кто-то ожог получил. И вопрос, почему, мы должны ответить. А они ведь не просто так появились. Человек так хорошо похозяйничал, что появились медузы. О том, что где-то поговорили ученые, обыватель, как правило, не знает. Ну, такие встречи, как правило, не вызывают широкого общественного интереса. А интерес вызывают четыре ролика в Ютубе. Кисель из медуз. Ужас. Я здесь вот приехал на море. Это природа уже нам отомстила за то, что мы так хорошо поработали. Потом появится хамса, но дороже. Раз в два. Она наоборот уходит. Если отловят, да, ее будет меньше, она будет дороже. Резонный вопрос. Я вот помню, когда мой дед осетра вловил, а тут, знаете ли, хамсы не купишь. А если купишь, то по цене уже того самого осетра. Соответственно, человек должен получить ответы. Если кто-то сказал «а», и это подхватили, и эхо это несется далеко-далеко, то будьте любезны, расскажите. Поэтому Александра как раз и умеет задавать эти неприятные и неудобные вопросы. В трейлере мы видели, что спикер не готов всегда был ответить на твои вопросы. Да, спикер имеет право не отвечать на вопросы, но они тоже люди. Если он не знает ответ или действительно он понимает, что вот сейчас его ответ как-то повлияет на его карьеру, на его дальнейшую какую-то жизнь, он не отвечает. Но опять-таки, молчание человека – это уже ответ. Так вот, задача проекта – обозначить ситуацию, проблему, или все-таки находите пути решения? Задача проекта – собрать мнение и, возможно, да, найти решение. Я не ставлю себе цель в каждой проблеме сказать, что, ребята, вот выход, вот он, вы его на самом деле не видите, я вам его покажу. Нет, я собираю мнение разных сторон данной проблемы, и дальше может быть вывод. Зритель может сделать его сам. Возможно, я его сделаю. То есть здесь, наверное, не шаблонность. Мнение жителей тоже будет учитываться? Мнение жителей, конечно, будет, естественно. Ну а как же без жителей? Наверное, к редактору вопрос. Как из многообразия предложенных Александра и тем оставить несколько? Как понять, что это действительно выстрелит, что это интересно? Ну, мы же не живем в безвоздушном пространстве, соответственно, мы все читаем ленты новостей, мы все смотрим ролики, которые выбрасываются во всех социальных сетях. Соответственно, мы понимаем, что вот на сегодняшний день какая-то проблема, которая волнует людей. Саша на задаче не стоит именно предложить «я вот такая пришла, все подумала и решила, как нужно сделать». Но она встречается с людьми, которые могут предложить выход. Даже то же появление медуз, это не смертельно. Просто природа меняется, меняется климат, меняется вода. Мы меняемся, в конце концов. То есть нельзя рассчитывать на то, что вот будет так, как хорошо было 300 лет на Кубани. Так уже не будет. Будет по-другому. И не значит, что будет плохо. А наши спикеры, они люди, которые в этой теме поглубже нас, скажем так, копаются. Соответственно, у них и есть видение свое. Где-то они честно обвинят человека, скажут, что либо вы одумаетесь, либо мы начнем гореть. Либо вы прекратите сброс, допустим, химикатов, и тогда не будет дохнуть рыба. То есть мнение огромное количество, но темы вот как раз они и поднимаются. Кто-то поднял волну, как говорят. Потом, вот сейчас, наверное, весь Краснодар обсуждает снег. Вот вывалился от дороги. Послезавтра будут деревья, они обрезаны. Жизнь подбросит тему. Есть тема Азовского моря, ослонения, да? Еще что сняли успели? Сняли еще Норд-Ост Новороссийский. Как явление. И вот тут как раз-таки мы собрали мнение жителей, для которых этот Норд-Ост абсолютно обычное явление. Они его не боятся. Это вот люди. Хотя то же самое управление ГО и ЧС, они в панике ждут каждого сезона Норд-Остов. А для людей ничего страшного. Ну, врезалось дерево в стекло автомобиля. Ну, бывает. Снесло крышу. Ну, тоже бывает. То есть вот и в этой теме мне как раз-таки было интересно, почему люди, которые там живут, и каждый год своими глазами видят вот этот природный ужас, а они собирают рюкзачок и идут гулять на морхотских репетах. Потому что там красиво. Обратная связь предусмотрена в проекте. Ну, проведем аналогию с горячей линией, да? Тоже у вас в один день премьеры. Будут предлагать жители свои темы? Вы рассматриваете такой вариант? Ну, в горячей линии, скажем так, она выходит 7 лет. И зрители у нас уже хорошо насидели, они телефончик хорошо знают. И, собственно, социалка – это тема бесконечная. У Саши совершенно другая задача, но если нам позвонит какой-то зритель и скажет, что я вот реально понимаю, что проблема накопилась, ну, она могла пройти мимо сети и мимо нас пройти. Ради бога, телефоны наши известны. Мы, собственно, всегда готовы к диалогу. Если человек нам опишет, бросит там видео какое-то. Но это опять-таки, вот правильно Саша сказал, это не должна быть проблема одной улицы. Это не местечковые темы. А вот у нас вот здесь вот на улице фонарь, вот, допустим, та же Бара, о которой Саша говорит, потрясающий у нее, я уже видела. Не будем все раскрывать. У нее просто потрясающий вариант. Мало ведь кто знает, что в мире Бара не только у нас, это раз. А во-вторых, ведь еще при Полустовском были варианты решения, как лишить Новороссийск Бары. Вот потрясающе. Ты говоришь про следующий выпуск. Я все-таки вернусь к первому. А давайте я не буду загадать. Как там было? Во-первых, это красиво, сказала я. Какая роль в этом проекте у оператора? Потому что по стендапам, ну, ты красиво мерзнешь на льдине, что уж говорить. Не знаю, что ты испытала в тот момент, но... Моя задача была не забыть текст. Что запомнилось во время съемок пилота? Ну, страшно, удивительно, интересно. Ты увидела край другими глазами, как говорят? Нет, во-первых, не страшно, ну, потому что бывало уже всякое. За 10 лет на НТК, вот правда, бывало всякое. И стоять на льдине, ну, мне было не страшно. Ну, и потом, это как бы не совсем было льдино, это все-таки замерзший берег, если что-то пошло. Так, ну, давай, скажи, что это большая, огромная, опасная льдина. Это большая, огромная, опасная льдина. Да, и оператор хотел, чтобы я ближе подошла к ее краю, потому что так было бы красивее, конечно. Задача оператора увидеть красивый кадр, выстроить его, конечно, правильно, передать атмосферу материала, ну, потому что все равно с оператором это обсуждается. Мы обсуждаем с ним тему, мы обсуждаем с ним героя, с ними даже, потому что у меня несколько операторов на каждой серии. И его задача тоже, наверное, вдохновиться. Вот я приезжаю на съемку, я вдохновляюсь этим. Мне интересно, а почему медуза, а почему хамса, а почему эти там делают то-то, а вот эти говорят так. То есть почему, почему, почему. И задача оператора, вот эти все почему мои, тоже перенять на себя. То есть есть такое, что операторы мне прям подсказывают. Мы пишем интервью, какая-то условно-рекламная пауза, оператор подходит и говорит, а вот еще вот этот вопрос задай, вот мне интересно. И вот когда оператор так делает... У нас остается 40 секунд. Я думаю, что нужно еще раз напомнить время выхода. Это действительно уже будет какая-то периодичность. Итак, в ближайшую пятницу, 12 февраля, в 18.45. Все смотрим проект, который называется «Проскорина», где будут подниматься проблемы, волнующие всех жителей региона, такие глобальные, масштабные. И дальше что? Каждую пятницу? Каждую пятницу в 18.45 на Кубань-24, да? Ну, мы все ждем, да. Трейлеры же посмотрели. Я хочу добавить, что в пятницу, 12 февраля, на Кубань-24, как мы уже сказали, стартует еще обновленный формат «Горячей линии». Теперь это «Горячая линия плюс». Не пропустите «Пилот» в 21.30. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что в интервью у нас были Александра Проскурина, автор проекта «Проскурина» и Татьяна Понасюк, начальник отдела авторских программ дирекции информационного вещания Кубань-24.